Канадский сфинкс И неожиданно милый, мягкий, ласковый, дружелюбный характер Даже само название породы содержит такой оксюморон, вызывающий самопротиворечивые ассоциации Канадский, то бишь северно-холодная страна Канада И сфинкс, жаркий, загадочный мистический Египет Но все это только наши ассоциации, пропадающие безвозвратно сразу же после первого знакомства с этим противоречивым, но таким классным горячезамшевым котиком Достаточно взять его на руки, и вы навсегда покорены мудрыми инопланетными глазами этого существа и жаркой замшевой обнаженностью его тельца Упоминания о кошках, лишенных шерсти, встречаются еще в древних манускриптах времен античности Да и судя по сохранившимся в ацтекских храмах рисункам, вполне вероятно, что индейцам Южной Америки также был известен какой-то вид голых кошек К сожалению, не сохранившийся до наших дней Впрочем, еще совсем недавно, в 30-х годах 20-го века, на выставках, проводимых на американском континенте Принимали участие представители бесшерстных кошек, именуемых мексиканской бесшерстной породой К сожалению, продлить существование этой мексиканской кошки до наших дней не удалось Тем не менее, отдельные случаи появления гена бесшерстности при рождении котят были зафиксированы по всему миру Но специальная селекционная работа по созданию новой породы голой кошки началась только в 60-е годы 20-го столетия Что из себя представляет данный вид кошек? Это бесшерстное животное средних размеров, вес наиболее крупных экземпляров достигает 5 кг С пропорциональным телом и хорошо развитой мускулатурой Голова канадца, средняя по размеру, длиновидные формы с отчетливым пинчем Это переход от скул к мордочке С выраженными скулами, с прямым носом, имеющим четко выраженный стоп В месте прихода лоб-нос, складка-ложбинка Профиль легкий, прямой, со стопом на переносице Шея средней длины, хорошо выраженная, мускулистая Уши очень крупные, с широким основанием Открытые, стоечки со средним поставом Кончики ушей могут быть слегка округлые или заостренные Внутренняя часть ушей канадских сфинксов лишена шерсти Наличие шерстистых участков допускается лишь с наружной стороны основания ушей Глаза большие У котят они кажутся огромными По форме напоминают лимон, широко и косо поставленные Расстояние между глазами приблизительно равно величине самого глаза Цвет глаз любой, но гармонирующий с окрасом кожи Телосложение среднее, но сильное и мускулистое Туловище плотное, с широкой, иногда бучкообразной грудью Линия спины прямая Конечности канадца средней длины Пропорциональное туловище сильное Лапки аккуратные, с выступающими суставами пальцев Подушечки лап крупные, толстые, по цвету соответствующие основному окрасу Хвост изящный, длинный и тонкий, полностью лысый, напоминающий хлыст Наличие шерсти на конце хвоста, львиный хвост, стандартными допускается Кожный покров полностью бесшерстный, допускается наличие мягкого пушка на коже Текстура кожи канадского сфинкса напоминает мягкую замшу с наличием множественных глубоких и мелких параллельных складок Особенно много складок морщинок на голове животного Мальчика взяли совсем-совсем малыша, он был где-то килограмм, наверное, 600 Сейчас это такой здоровый, полноценный, откормленный котяра, 3,250 И я думаю, что он еще килограмм до 5 у нас по-любому подрастет У сфинксов есть особенность в том, что они спят как курочки, поджимая под себя лапки и пережимают себе кровоток Вот наш в одно прекрасное утро, для меня непрекрасное, проснулся с огромной опухшей лапой одной Мы побежали к ветеринару, созвали консилиум, сделали снимки, все его прощупали, ни занозы, ни царапины Но, к сожалению, вот у нас там не все ветеринары полностью квалифицированы Нам попался, слава богу, тот, который знал об этом, что именно эта порода поджимает лапу, когда спит И они не чувствуют, что у них пережат кровоток Поэтому, соответственно, когда он лапу распрямляет, у него такая огромная подушка Ну, сутки я провела с ним, чтобы он лапки держал прямо Мы лапку там массировали, подушки, он кричал, я не спала Все было очень у нас весело Ну, сфинксы, в принципе, такие очень заботливые о себе и о людях животные Поэтому, когда вот у них какие-то болячки, они стараются поближе к человеку В том числе, когда у кота менялись зубы, он не прятался, ничего не драл Он свои зубы приносил, прямо вот тебе положил, показывал, что вот у него выпал зуб, у него горе И, в принципе, сфинксы, я считаю, для квартир, таких, как у нас в Москве, просто идеальное создание От них нет шерсти, от них нет запаха Они легко обучаемы к туалету Ну, мой кот ни разу не сходил мимо в своей жизни То есть, как принесли котенкам, показали туалет У него уже третья модификация туалета Он стал большим, мы купили большой лоток с двойным дном, с рамкой, которой все это можно накрыть Наполнитель у нас внизу лежит древесный, для поглощения запаха и влаги А сверху мы сыпем силикагель обычный, либо катстеп, либо мурзика Вот, и кошке всем, в принципе, очень нравится Вот я считаю, что один из таких самых неизбалованных пород, это сфинкс И все, кто говорят, что они воняют и потеют, это неправда Окрас кожных покровов допускается самый различный Наиболее распространенными видами окраса являются следующие Сплошной окрас, солид Обладание пигментацией кожи одного из калеров Белый, черный, голубой, шоколадный, лиловый, красный, кремовый, цинамон Коричневатый цвет корицы Фаун, нежно-бешевый, коричневатый, желтым оттенком Черепаховый окрас, наличие двух основных пигментов Могут быть сочетания черно-красный или голубой, кремовый и так далее Наиболее редкий вариант, когда сочетаются сразу три калера Черный, белый и красный Та биокрас, проявление пятен другого цвета на основном окрасе Различают три вида пятен В форме полосок, тигровый или макрель В форме узоров, мраморный В форме небольших пятнышек, разбросанных по всему телу кушки, то бишь пятнистый Биокалорный окрас Сочетание любого из вышепречисленных основных цветов окраса с белым калором Возможно вариация калика Сочетание белого сразу с черным и красным Колор-пойнтовый окрас Сиамский вариант окрас, когда поинты, кончики лап, ушей, носа и хвоста Имеют колор более темный на фоне более светлого основного окраса любой цветовой гаммы Субтитры создавал DimaTorzok Канадские сфинксы Сидеть рядом с вами, глядя огромными вопрошающими глазищами и молча ждать, когда же его покормят А получив желаемое, аккуратно и не спеша съесть предложенный корм, не забыв поблагодарить вежливым мор Отличаясь благонравием и общей дисциплинированностью, канадские кошки-сфинксы знамениты еще и своим гордым и независимым характером, не позволяя собой фривольного обращения и фамильярности К незнакомым людям и особенно к шумным детям эти умные кошки склонны относиться с некоторым подозрением и на первых порах проявляют особую осторожность В случае чего они просто уходят в огромное место или забираются в недоступные для детей места Несмотря на всю свою независимость, эти существа не могут быть долго одни Скучая, они всегда поджидают возвращения хозяев у входной двери, чем очень напоминают преданных собак И если при встрече они не прыгают, не лают и не визжат от радости, как собаки, то это только в силу своей кошачьей натуры и врожденной тактичности Сфинксы это энергичные, а иногда и вовсе гиперактивные, игривые и ласковые существа При этом не отличающиеся излишней настойчивостью Если вы заняты или просто не можете уделить им внимания, они будут молча следовать за вами хвостиком, занимая выгодные позиции для наблюдения за вашими действиями Но увидев, что вы освободились от домашних дел и имеете свободное время Эти умнейшие звери моментально постараются этим воспользоваться Как это будет выглядеть? Зависит от каждого сфинкса индивидуально Один быстренько принесет вам в зубах мячик или другую свою любимую игрушку Иной постарается запрыгнуть к вам на колени, устраиваясь поудобнее Третий просто начнет ходить кругами, периодически прижимаясь горячим телом к вашим ногам Не отказывайте им в своем внимании и ласке, ведь они вас так любят Канадские сфинксы обожают быть на руках А также в шее, голове, коленях, если дело происходит в постели или на диване При любой удобной возможности они моментально занимают эти места, согревая горячим телом и громко урча От такого общения с человеком они получают по-видимому наибольшее удовольствие Эта порода великолепно ладит с другими домашними питомцами и детьми Если они не слишком шумные, конечно Причем случаев, что канадец кого-то из детей оцарапал или укусил, просто не описано Даже маленькие дети, которым свойственно тянуть и дергать кота за любое место, которое оказалось в их руках Находятся в полной безопасности при общении с этой удивительно интерпеливой кошкой Для кота-сфинкса другие домашние питомцы, такие как птицы и грызуны, мало привлекательны в качестве обеда Поэтому могут ползать, бегать и летать, где им соблагодарствуются, вызывая у кошки только самое обычное любопытство А вот с собаками кошки-сфинксы зачастую и вовсе великолепно сходятся, находя общие интересы и понимание У сфинксов на самом деле в характере есть что-то от собак Конечно, у этих кошек, как и у всех других, существуют недостатки Каждое животное всегда индивидуально, ни на кого не похоже и всегда требует своего особого подхода Но канадские сфинксы как раз те кошки, которые этих недостатков имеют самым минимум И способны влюбить в себя кого угодно Правильно говорят знающие люди, что кошки-сфинксы либо вызывают стойкое отвращение, либо завораживают навсегда Из игрушек котейка играется совсем, причем живет он с собакой породы каникорса Бирает игрушки у нее, она играет в его игрушки, как бы все без вопросов Спит в основном в своем домике, ночью будет, будет часа в 3, часов в 5 утра У кота самый такой большой период веселья, ему надо играться Кусает за ноги, может сесть попой на лицо, облизнуть нос, совершенно спокойно ставит лапы на глаза То есть у нас кот такой, без комплексов На кухне обожает собачьи миски Собака большая, миска у нее, соответственно, крупная диаметром Кот в ней купается по ночам, расплескивает воду Пытается выпрыгнуть из этой миски, соответственно, ее переворачивает Кот мокрый, кухня мокрая Ну, коту весело, у кота как бы весна Ну, Жорчик у нас один из, я считаю, таких самых добрых вообще кошек, которые встречались в моей жизни Очень привязан к человеку, он ждет, он встречает Вообще, сфинксы по менталитету своему близко подходят именно к собакам, не к кошкам Он не гуляет сам по себе, он всегда, вот ты садишься, он приходит, мурчит на ручке Очень любит сидеть на плече, как попугайчик Ему все-все-все интересно На балконе ему обустроили специальную лежанку, когда солнышко Ну, соответственно, он сфинкс, он любит тепло Он ложится пузиком кверху, пытается попку подставить под солнышко То есть кот совершенно адекватно себя ведет в квартире Два раза мы его выводили на улицу Ну, вот, к сожалению, у нас весна такая выдалась холодная Поэтому первый раз он испугался, залез под куртку и сказал, что вообще несите меня домой, все, хватит Второй раз мы гуляли на улице, было 23 градуса У него было счастье, он сидел на ручках Ну, по земле, конечно, не очень ему все это нравится Но вот на ручках он с удовольствием гулял Данная порода кошек является искусственно выведенной И основной акцент учеными делался на сохранении гена бесшерстности животного Если с геном лысости у создателей породы все получилось как нельзя лучше, то преодолеть все сопутствующие проблемы Ведь ген дает не только исчезновение шерсти, но и распространяется на кости, скелеты, внутренние органы и системы животного В общем-то, пока не до конца удалось Поэтому ветеринары, занимающиеся лечением канадских сфинксов, отмечают, что для этих холдов Экзотических кошек характерны не менее экзотические генетические заболевания и предрасположенности И, к сожалению, это целый букет Проблемы со строением нижней челюсти Наблюдается укорачивание и скошенность подбородка Кожные дерматиты и угревая сыпь, в том числе и сезонные Врожденный заворот век, искривление или изломанность хвостовой части позвоночника, кисты, гиперплазии молочных желез, железистокистозная мутация молочных желез, недоразвитость вилочковой железы и гиперплазия десен Также существуют проблемы, связанные с отсутствием шерсти, опасность простудных заболеваний и солнечных ожогов Над всеми этими вопросами сейчас усиленно работают ученые и заводчики Ну, если котенка, мне кажется, закалять довольно-таки с детского времени Да, то есть наш он не лежит на батареях, как многие рассказывают Да, он спецназный, под одеялом, у него теплый домик Зимой он не мерз, хотя я, конечно, перепугалась, покупала ему и одежку, и теплую одежку, и легкую одежку И чтобы ему там было комфортно и на липучках, и на завязках Всю одежду мы категорически ненавидим Одевались мы с боем и с лоплями, поэтому там через какое-то время я перестала его насиловать Одеваемся мы только на улицу, мы одеваем под шлейку одежку, чтобы, соответственно, просто не натирала кожицу нежно А по уходу, в принципе, они совершенно спокойно переносят нашу зиму Главное просто, чтобы в квартире поддерживалась комфортная температура И если, ну, как бы, они сами не дурачки, они около открытого окна сидеть не будут, потому что, соответственно, дует Но если уж он там куда-то залез, где очень холодно, то, конечно, лучше его побыстрее из холодной комнаты вынести в тепло А так, кошки совершенно сами себе предоставлены, но он регулирует свою температуру, у них повышенная своя температура тела Поэтому совершенно спокойно переносит какие-то там легкие заморозки в квартире Но единственное, летом у них кожа так же, как человеческая, обгорает на солнце То есть лучше всего наносить какой-то солнцезащитный крем, либо одевать какую-то одежку Если кошка очень долго на солнце, она может и получить ожог, и также солнечный удар, ну, в принципе, как любой человек, как любой ребенок Уход за канадцами достаточно специфический Возможно, может показаться, что отсутствие шерсти упрощает владельцу жизнь Ведь не надо заниматься утомительным вычесыванием Но это не так, мало того Необходимо постоянно следить, чтобы ваш питомец не переохладился на сквозняке или, наоборот, не перегрелся на солнце Так еще и состоянию его голой кожи необходимо уделять постоянно внимание гораздо больше, нежели шерсти обычной кошки Стандартные процедуры по уходу за кожными покровами канадского сфинкса заключаются в регулярном протирании влажными салфетками всего его тела Более часто купание Специфический липкий секрет смазка выделяемой кожей в сочетании с пылью и грязью быстро превращает их котов в чумазиков Воздух в квартире поддерживается достаточно влажный При сухом воздухе и повышенной температуре кожа животного становится сухой и начинает шелушиться, образуя язвочки Регулярные осмотры полости пасти, зубов и десен кота, удаление выделений из глаз помогут вам избежать многих проблем с его здоровьем Необходимо изредка подрезать ногти специальным инструментом, как терезом У кошки высокая температура тела, довольно-таки высокая даже для ее породы Из-за этого они потеют, выделяют небольшой коричневый секрет Но если вовремя мыть и протирать влажными салфетками, то не мебель, пока у меня ничего не пачкается Также надо обязательно следить за ушами, потому что скапливается много серо-коричневой серы Может вызвать воспаление, тоже раз в неделю желательно чистить Мой кот когти сам стачивать не умеет Мебель он не дерет, он дерет когтеточку и такие мягкие одеяла и ковровые покрытия Поэтому когти мы стрижем тоже где-то раз в неделю после мытья То есть вы его помыли, ноготки ему протерли, лапки там отшлифовали, всего там вытерли, сели с ним, закутали в одеялко и спокойно ему когаточки застрели Дельно стоит остановиться на питании Слабая иммунная система и проблемы эндокринной системы не позволяют кормить этих зверей чем попало Индивидуально создать им правильное меню в силу, опять-таки, породных проблем у вас также вряд ли получится Поэтому наиболее правильное и проверенное временем решение вопроса с питанием это индивидуальный подбор сухого корма высокого класса от лучшего производителя и с его же рекомендациями Кушаем мы сухой корм премиум класса Heels, либо с курочкой, либо с тунцом Корм мы покупаем на развес, либо в фирменных магазинах в обычной упаковке Но в качестве подкормки, как только мы его взяли, мы используем витамины Ви-3-1 по 2-3 капли в день, один раз Субтитры сделал DimaTorzok